Полицейские же занимаются расследованием и убийством Амины Акуевой. Тут почерк убийц совсем другой. Напомню, в понедельник вечером в Киевской области был обстрелян джип. Акуева погибла, ее муж Адам Осмаев получил ранение в ногу. Это было уже второе покушение на Акуеву и Осмаева за последние пять месяцев. И если в первый раз киллера удалось задержать, то на этот раз никаких данных о том, кто стрелял, нет до сих пор. Предположений масса. О мотивах убийц спорят всю неделю. И похоже, это еще одно громкое преступление, правду о котором мы узнаем еще не скоро. Почему, знает Алексей Пшемырский. Поселок Глеваха под Киевом. Тот самый железнодорожный переезд. Та самая дорога. Сейчас о преступлении напоминают лишь остатки заградительных лент на деревьях и окровавленные медицинские перчатки на асфальте. Амина и Адам двигались по одесской трассе, развернулись и съехали в поселок. Нападавших было двое. Первый поджидал на повороте в Глеваху и следил за машиной. Как только жертвы приблизились, он дал команду киллеру. Миновав переезд, Адам свернул вправо, на дорогу, в сторону села Малютенко. Непосредственно киллер мог прятаться прямо где-то в этих кустах. Справа по направлению езды автомобиля. Именно с той стороны, где сидела Амина. Лесопосадка. Вокруг ни камер, ни прохожих. Как только джип приблизился, он открыл по машине огонь. Адаму удалось проехать еще около 300 метров. Он свернул и остановился в лесопосадке. Все разлеталось вокруг меня, все, панель, все. И попало в голову, я сколько мог проехал. Еще машина тоже, когда двигатель попали, остановилась. Я пытался показать первую помощь там. Ну, мне в голову попали. Убийство произошло около 9 вечера в понедельник. На место сразу съехались десятки полицейских авто. Все подъезды и подходы перекрыли за сотни метров. Это пока единственная видеомашина после нападения. Как видно, со стороны водителя всего три следа от пуль. А это фото джипа опубликовал боец АТО Ротан Крымский, написав, что Амина приняла на себя шесть выстрелов. Адам Асмаев получил лишь ранение в ногу. Майже все подстрелы лягли с правого боку. А это говорит о том, что целили сами в Амину. Не столько в ее человека, а как в Амину. Все подстрелы отбывались с правого боку. То есть в ту сторону, в тот бік, где находилась самая она. Кто именно был целью киллеров? Вопрос пока без ответа. Ведь нападавшие, покидая место преступления, могли видеть, что Адам жив. По мнению местных жителей, убийцы уехали по той же дороге. В сторону Малютинки, то есть мимо расстрелянного джипа. Эта дорога идет через поля. По ней можно попасть в Боярку. И именно в Боярке кто-то сфотографировал сломанный той же ночью шлагбаум на переезде. Не исключено, что киллеры пытались проскочить перед поездом. Но пока это лишь предположения. Комментарии правоохранителей довольно формальны. Что это было? Это был обстрел? Это был обстрел? Расстрел обыкновенный. К сожалению. Война идет в стране. Позже в полиции добавили, Амину и Адама заказали. Обе версии покушения озвучены правоохранителями с российским следом. Работа вражеских спецслужб или месть Рамзана Кадырова. В России Адама подозревают в подготовке покушения на главу Чечни и на Путина. Родившийся в Грозном, Осмаев давно поддерживал идею борьбы за независимость республики. Его отец в прошлом влиятельный в Чечне бизнесмен, занимавшийся нефтью. Адам учился в престижных вузах МГИМО и Букингемском университете в Великобритании. В 2007-м его в составе группы чеченцев задержали в Москве, якобы за подготовку теракта. После этого он прятался в Украине. В Одессе познакомился с Аминой, а в 2012 году был задержан. Но после Майдана был полностью реабилитирован и отправился в АТО вместе с Аминой. Там она была медиком в батальоне «Киев-2», затем стала снайпером. По данным СМИ, настоящее имя Амина Акуевой Наталья Никифорова. Позже она стала Анастасией, а затем Аминой. Родилась в Одессе. По её словам, настоящий отец был чеченцем, а мать – уроженкой Краснодарского края. Амина долгое время жила на Северном Кавказе. Школу окончила в Москве. Именно там в 17 лет приняла ислам. Затем вернулась в Одессу, поступив в медицинский. Первое покушение на Адама и Амину произошло этим летом. Тогда в Киеве в Осмаево стрелял Артур Денисултанов, известный в России бандит и близкий к главе Чечни киллер. Мужа спасла Амина. Подстрелила нападавшего из наградного пистолета. Сейчас Денисултанов в СИЗО. Адам уверяет, первое покушение – подрыв бойца батальона Дудаева Тимура Махаури и теперь убийство Амины – дело рук одних и тех же киллеров. Это продолжение. То есть это российский след? Что это? Это то же самое. Звони на этой цепи. Здесь действует террористическая какая-то группа. Интересно, что по словам основателя волонтерской группы «Вернись живым» Виталия Дейнеги, Адам и Амина собирались покинуть Украину из-за угрозы жизни и того, как идет расследование предыдущего покушения. Совершенно неожиданно им не дали статуса потерпевших. Даже 4 месяца уже прошло, они до сих пор в этом не являются потерпевшими. При том, что там вся доказательная база была на месте. То есть киллер был подстрелен в машине, при нем было оружие, гильзы, там все было. То есть я не знаю, что еще надо. Адам и Амина хотели уехать из Украины, потому что они прекрасно понимали, что будет второе покушение. Соответственно, без статуса потерпевших только Адам выходит из больницы, с него снимают охрану. Именно из-за этого Амина и Адам уже несколько месяцев находились без охраны, уверяет волонтер. За три дня до гибели Амина опубликовала в сети фото, написав «Мы готовы ко встрече с новыми киллерами». Амину Акуеву похоронили в среду в Днепре на Краснопольском кладбище. К могиле под пристальной охраной спецназа пропустили лишь близких и попротивов. Ни фото, ни видео журналистам сделать не удалось. Адам лишь опубликовал в сети одну фотографию Амины. Перед погребением. Алексей Пшемыски, Иван Ермаков. Подробности недели, телеканал Интер.